Всем приятной жизни! Эв, шлык, мы продолжаем играть в Need for Speed Undercolor. Так, ну давайте попробуем проехать в следующий угол. Ох, да это уходов уходов уходов. Очередной. Вы видите, из строя четыре полицейские тачки. Ну, блин, вот ты, короче, видишь, погоня идёт, да? Нет, тебе надо подставиться. Что за люди? Что им дома не съедиться? Я в шоке. О, впереди, кстати, сбивателька. Сколько у меня на хвосте тачек? Где, где, где она, главное, не прохринячик. Так, отлично, мы её зацепили. Сколько машин? Только одна лишь! Так, ещё сбивательку вижу. Тут сколько машин. Вот, две, три. Осталась ещё одна. Так, осталась ещё одна, ну и где же она? Осталась одна, ну и где же она? Да, вот она. Вот она, эта тачка. Я вот не знаю, есть ли резон её так-то ранить. Да не, это всё фигня. Блин, ну шо она там стоит? Вот чо ты теперь там встрял? Не, ну, в принципе, она уже довольно побитая. Это тачка. Отлично. Всё. Готово. Ну, в принципе, нам теперь всё на всё надо уехать. Ну, ехать это легко. Уезжаем. Так. Уезжаем, уезжаем, уезжаем. Давайте сюда свернём. Да, дополнительные экипажи, конечно. Не помогут вам дополнительные экипажи. Так, всё, мы ушли. Замечательно. О, 10% трансмиссию качнули. Точнее, не 10%, а она стала 10%. Нормально. О, механик. Чё такое механик? Давайте посмотрим, чё такое механик. Сейчас поглядим, чё такое механик. О, это из банды этого, что ли? Или это оторваться? А ну-ка, поясните. Да! Громила Гектора. Это из банды этого Гектора. На! Это, конечно, шикарный. Шикарный вид. Сейчас нам с камеры показали. Просто шикардятский. Блин, ну ты... А он, смотрите, он взял, короче, развернулся, и он нас вертел на одном месте. И поехал вон куда. Ага, то есть это уже сложнее. Чувак, вот ты вот это зря. На! На! А что ты вообще хотел? На! Отлично! Чё он вообще хотел этим изобразить? Слушайте, это прикольно, на самом деле. Они убегают. Отменял. То, что они убегают, это мне очень нравится! Так, но он замигал. Это радует, что он замигал. Осталось всего один или два раза пнуть. Я думаю, вот этого будет достаточно. Нет. Вот теперь написали прикончен. Вот теперь точно будет достаточно одного удара. Так. Иди сюда! На! Готов! Всё, уходим. Ты расправился с человеком Гектора, продолжай работать. Ты под надёжным прикрытием. Отлично! Эй, красавчик, это Роуз. Хочешь поднять немного бабла? Любишь гонки? В Хиллс сегодня днём будет большая заварушка. Ты в деле? Да, я в деле. Турнир трёх городов в кольцо. Замечательно! Поехали в турнир трёх городов. Посмотрим, что нам с этого переплёт. Это компашка сразу заметна. Просто оглянись вокруг. Это тачки из доков. Одна из них представляет особый интерес для бюро. Понятно, что Гектору и его парням это не по зубам. У Джимака долгий послужной список, но никому и в голову не приходило, что его парни наберутся смелости угнать тачку из доков среди бела дня. Может быть, мы их недооценили. Выясни, чем они сейчас занимаются. И, кстати, у меня ещё не было провальных заданий, и я не собираюсь проигрывать. Да, окей, не собирайся проигрывать, если ништяк. Ты уж не сердись на них. Я к тому, что Гектор и его ребята исчезли вот так. Скорее всего, их не посадили. Они просто, ну, смылись. А ты был с ними, но ты-то ещё на свободе. Знаешь, о тебе много говорят после того, как ты исчез из Паум-Харбор. Не сдавайся, тебе ведь есть что доказать, правда? Я так чувствую, в конце нас, короче, либо раскроют, и мы это... И мы придётся убегать от всех гонщиков, которые есть. Ну, раскроют, в смысле гонщики, что мы коп. Либо в конце, короче, мы переместнёмся на сторону гонщика, потому что нам надо будет фигачить копов. Да и думаю. Так, два круга всего лишь надо проверить. Стартуем с восьмого места. Ну... Ну ладно. Окей. Воздушный мешок какой-то. Так, вот та первая тачка, что на первом месте вообще бодро едет. Бодро едешь. И подвинься к обочине. И подвинься, отлично. Так, всё, первое место за нами. На самом деле это первый круг, поэтому едем без особого напряга, так сказать. Ну, изучаем территорию, по которой нам надо ехать. Ого, тут развилочка. Я предпочту по прямой. Да рули, блин! Вот это тупняк! Я, короче, нажал замедление времени, потом я его резко отпустил, и у меня машина, она не управлялась в этот момент. То есть я сжал влево, ну, как бы... Может, конечно, мне не верить. Типа я такой колбок не нажал, но я там прожимал влево, причём довольно долго. И она... А ну-ка, я проверю. Сейчас. Да не, вроде... Ну как? Как-то вот её болтает. Ну тут она в повороте именно проверит. Не так, как я сейчас проверяю. В общем, ладно. Какой-то глюк произошёл. Не суть. В принципе, далеко они от этого не уехали. И учитывая, что это первый круг, на первом кругу как раз, я бы даже сказал, приветствуются такие косяки, чтобы на втором их потом не допустить. Не, ну там, конечно, развилка смачная. Но, по сути, нам всё равно, в какую из тех развилок проезжать, потому что, ну, в большое... То, что я сделал, да, впилился в стену, это им гораздо больше удало, как бы сказать, запас времени, да, чтобы нас обойти, нежели вот... Нежели вот, да. Нежели если бы мы даже по самому там невыгодному маршруту поехали. Так что, нормально всё. Всё нормально. Так, ну я думал, я думал, мы проедем. Твоя идея... Да, почему нет? Я думаю, мы нормально проедем, и всё, ништяк будет. А, вот, пошёл второй круг. Ну, круги, кстати, к слову сказать, не такие уж и большие. Ну, не такой уж и он большой. Отрыв у нас большой. Круг небольшой. Ну как, две минуты, да, мы ехали, получается. Ну, где-то две минуты. В общем, где-то пять минут, две с половиной даже. Да, где-то пять минут мы будем заканчивать. Поэтому смотрим на время. Вот сейчас три минуты, осталось нам, значит, две минуты ехать. Что, отрыв два-две секунды? Отрыв шесть секунд. Вот тут вот я не поделил в прошлый раз дорогу. В этот раз такого уже не случилось. Это то, о чём я говорил. Такие косяки, они приветствуются на первом круге, чтобы на втором круге уже нормально проехать. Вот как раз мы нормально и проехали. Вообще чётко. Вот мне нравятся вот такие трассы свободные. Полностью свободные. А сколько у меня, кстати, по-моему, на Lotus у меня 253 была крейсерская скорость. Сколько здесь? Здесь, по-моему, 260 я уже видел на спидометр. Я на спидометр особо не смотрел, но когда смотрел, видел 260. А ну-ка, давайте вот тут вот её попробуем разогнать на этот ремонт. Но она слабая. Да, разгон у неё, конечно, хуже, чем у Lotus, а тут спорить не. Lotus разгонялся веселее. Но максимальная скорость у неё, по идее, должна быть выше. Ну ладно, ну и суть. Едем, едем, как говорится, как едем. А у Южки, конечно, что-нибудь на разгон бы поставить. Но хотя лично я считаю разгон не самым важным, не самым, короче, важным, не самая важная часть из характеристик, не самая важная характеристика, потому что, ну блин, управляемость и максимальная скорость решают. Если у вас хорошая управляемость и высокая максимальная скорость, вам этот разгон и не нужен, потому что вы не будете сбавлять скорость. Мне нужны лишние тачки. Чётенько проходить. Где они? Не вижу. Первый раз самый трудный. Спасибо. А, да. Никель. А? Ники проиграл. Тачку потерял. Это закон. Что? Да я! Мне нравится твоя злость. Она твой ключ к победе. Наверное, ты слышал про Грегори Макдональда, его второе имя Джимак. Бывший коп, его вышвырнули из полиции за склонность к садизму. Он знает, как открутиться от копов, местные его просто боятся трогать. Они спят и видят, как бы наконец избавить от него Сансет Хиллз. А ты неплох, красавчик. Увидимся ещё как-нибудь. Да я знаю, что... Росларга хоть и кажется дурочкой, но она ведёт дела вместе с Джимаком. Стоит присмотреть за ним. Эй, парень! Выбирай любую. Лично я взял бы Никит. Блин, короче, чё это получается? Мы выиграли кучу тачек, да? Ёп! Мама дорогая! Форд Мустанг! Блин, Форд Мустанг это круто! Ну, Мазда... Она мне не нравится. Шевроле Камара. У меня есть друг, который бы взял её по-любому. Тойота Супра. Нет. Доуч. Чё? Управляемость, максимальная скорость, зато ускорение... Нет, мне это не нравится. Лансер Эволюшн. Глядь, смотрите, этот Лансер Эволюшн... Ну, Форд Мустанг мне не нравится. А ну, если... И максимальная скорость... Слушайте, я возьму Эволюшн, наверное. Хоть у него и ускорение такое задрано, но у него максимальная скорость больше даже, чем у этого Мустанга. Хотя управляемость, конечно, заметно ниже. А давайте с Маздой сравнить. Ну, да, у Мазды до С-буквы не доходит, а тут до С-буквы. Давайте максимальную скорость вообще проверим, у кого до С-буквы доходит. Ну, да, у них... У них самая высокая у Эволюшнов. Самая высокая этот круч, поэтому я беру этого. Эволюшн. Так. Магазин гоночных запчастей. Вот это мне как раз сейчас и надо. Быстро... О, гоночных! Ставим, да. Управляемость гоночной ставим, да. Вот это я понимаю, тачка. Слушайте, а давайте-ка теперь... Ну, быструю модернизацию мы модернизировали, нам открылись. А ну-ка, можно мне в гараж? Гараж. Вот моё Ауди ТТ. Ну, Лотус тут... Блин, ну, у Ансер Эволюшн куда быстрее. Единственное, на нём стоит, конечно... Слушайте, давайте на Ауди ТТ ещё поставим магазин... Нет, этот, тюнинг, да. Быстрая модернизация, мощность. Поставим гоночный комплект. Я не пожалею денег. Ой, а у меня-то уже денег-то и не осталось. Уже 24 тысячи, а у меня 14. Слушайте, а я могу продать... Ну, ладно, мы поставили на мощность. Управляемость сейчас не так важна. Сколько там вот управляемость? Ну, она выходит за мягкий знак где-то там. Ну, я понял примерно. Вот столько будет управляемость. Давайте теперь посмотрим, сравним эти тачки. Сравним эти тачки. Кстати, я могу её продать? Что значит убрать? Давайте... О, у нас есть вот этот Ниссан. А, вот, продать. Два. За сколько его можно? За 8 тысяч, ну, продаём. А эти можно только убрать. Так вот, Ауди ТТ. Вот такие характеристики. Максимальная на букве О. Митсубиси на букве С. Ну, ускорение тут бесспорно. Ладно, поедем на Митсубиши-то, да. Всё. Зря я 59 штук сейчас в Ауди ТТ вбухал. Слушайте, а может можно продать? Давайте вот этот Лотус. Но он вообще не котируется. Что значит убрать? Удалить машину из гаража? А, не-не-не-не-не-не. Я думал за деньги. Всё. Тогда мы на этом. На этой Митсубиске. Будем гонять теперь. И хорошо. Митсубиска! Сколько ж у тебя максималочка-то, интересно. О, новая гонка. Новая гонка. А чё тут надо сделать? А, контрольные точки. Короче, по блокпостам проехать. Ну, ништяк. Это, эти мне гонки нравятся. По блокпостам проехать. Давайте через портой. Типа срезать. Вот, и. Там ещё. Так, и сюда. А, по блокпостам дороги закрыты. Так это вообще проблем нет. Тогда можно на трассу особо не смотреть. Я думал, дороги открыты. А, какая гонка это вообще изи-бризи. Ну, то есть, я имею ввиду, вот эти ограждения стоят, которые не дают нам вылететь, да? Ну, трассы. Я чё-то думал, тут трасса открыта. А, это, да, это я вас. Я вас умоляю. Ну, вот. Если я вот так вот купить, конечно, не буду, то всё будет ништяк. Ну, это ж я. Как это я и не куплю. Вот, чувак, ты видишь, едет тачка тебе на встречу. Ты видишь, что она не успеет затормозить, даже если захочет. Ну, ты также видишь, что она не хочет тормозить. Ну, блин, притормози, нет, лобовое идёт. Ну, ладно, дело твоего. Дело его. Ой, что у меня отлетело. Это, наверное, капот отлетел, да? Давайте посмотрим. Да, капот отлетел. Ладно, капот это вообще лишняя запчасть. Действительно. Зачем нам вообще нужен кому-то капот? И пользуйтесь капотом. Так, у нас там запас вроде бы был 15 секунд, так что норм. Ну, сейчас нагоним. Сейчас тут вроде гонка на трассу перешла. На трассе у нас мы на этом эволюционе должны нагнать. То есть он у нас проседает как раз таки по управляемости. А по скорости он у нас не проседает, так что нормально. Нормально. Да, уже 20 секунд, ну, 19 секунд запаса, нормально. Нормально. Мне вот интересно на его крейсинку посмотреть. Ё-о-о! 230. 240 было. Ладно, я думаю, у нас ещё будет возможность это увидеть. Я, во всяком случае, на эту ноги. Так, а сколько мы точек прошли? Три из пяти. Так, теперь сюда, да. Я вот еду всё время по этим фрискам. Ну, как бы дорога плохая. Песок, ума. Наверное, из-за того, что песок особо мы там ничего не выиграем. Ну, потому что по песку не такое сцепление, соответственно. Машина чуть медленней разгоняется. Так, я не глянул, сколько у нас было запаса. Ну, секунд 20, наверное, было. Ладно. Должны успеть. Да, 95%. Вон, уже финиш появился. Да, у нас 30 секунд. Где-то получше. 224. Ну, непонятно, на самом деле, сколько у неё крейсерская скорость. У этой Митсубюхи. Ну, вроде нормально. Так, ладно, я тогда думаю, мы на этом как раз этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.